Всем привет, с вами Олеся, и я надеюсь, у вас все отлично. И я просто считаю необходимым поделиться с вами новостями по графику биткоина. Как вы знаете, биткоин вот здесь хорошенечко упал. И по мере того, как биткоин падал в этом довольно знатном движении вниз, он взял и удержался на уровне примерно в 65 тысяч. То есть, как вы видите, не упал ниже 65, при этом собрался силами и хорошенечко отскочил на этой свече. Но убедителен ли этот отскок? Получилось ли пробиться через сопротивление? И имеют ли место какие-то другие потенциальные опасности? Что нам сейчас говорит данный график, так что мы на него посмотрим, а также на часовик, где я вам объясню, что происходит сейчас с биткоином. Присоединяйтесь. Ребятки, с возвращением, как вы, наверное, помните, всего лишь несколько дней назад биткоин падал. Вот так. Кстати, обратите также внимание на то, что, несмотря на все эти расколбасы, в настоящий момент биткоин все еще не смог пробиться через вот этот даунтренд. Он несколько раз пытался пробиться через эту линию, не получилось, обломался и снова обломался. Так что обычно эти ложные пробития не являются позитивным признаком для цены. Но давайте как к графикам. Как вы, возможно, знаете, в предыдущих выпусках я объяснял два потенциальных сценария, структуры и потенциальных волн, которые нас могут ждать. Итак, первый — желтый для графика биткоина. Я его еще называю ABC. По сути, он представляет собой следующее. Эту возможную формирующуюся структуру, которая может потенциально выглядеть в виде ABC, то есть, другими словами, это может быть волна А вниз, это волна Б, и потенциальная волна С в виде части этой плоской структуры ABC. Однако, возможно, вы помните, что я говорил, если это правда, то биткоин должен оставаться над 65К, очень важном уровне поддержки, и он должен преодолеть, в самом минимуме, он должен преодолеть 70К. Также очень важный уровень сопротивления на верхах июня, рядом с 72К. Ничего из этого биткоин не сделал. То есть, на самом деле, вы можете видеть, что картина не особо радужная. Причем она была нормальная, был хороший оскок, вот здесь посмотрите, но мы не смогли преодолеть 70К. Мы не пробили уровень в 70К. Вот эту серую зону, которую вы видите здесь на графике, 70-187. Также мы не смогли преодолеть уровень в 72К, этот уровень сопротивления. Верха, который сформировали зону сопротивления в мае и июне, мы их не пробили. И почему это важно? Да потому что нам нужно подтверждение. То есть, вы должны понимать, как только мы делаем анализ, недостаточно просто сказать, да, вот, пожалуйста, вот вам АБЦ. Нет, надо получить также подтверждение с пробитием сопротивления. И мы это сопротивление не преодолели. Например, зону в 70-72К. То есть, эта зона сопротивления в диапазоне 70-72К не пробита, несмотря на наличие отличного оскока. Вот на этой свече, вот здесь. Но, с другой стороны, мы также не преодолели и 56К вниз, по крайней мере, сейчас. И здесь я перехожу ко второй волновой структуре, красной и более медвежьей, которые нумеруются 1-2-3 и направлены вниз. То есть, другими словами, если у нас имеет место волны 1-2-3 вниз, вот 1-2-3, то с третьей волны мы пойдем значительно ниже. И, между прочим, это движение также потребует подтверждения при пробитии поддержки около 56К. Также важно, что поддержка не пошла выше. Уровень поддержки теперь не попросту 56К, он на самом деле вот эта красная линия на 66 тысячах. То есть, это новый уровень поддержки, который биткоину следует удержать. Недавние низы, которые получились на уровне примерно 66К. Итак, это новый уровень поддержки для биткоина, который ему стоит удержать, чтобы избежать крупного провала вниз. Потому что, если биткоин пойдет ниже 60 до 65К, то это увеличит значительную вероятность красного сценария волн с потенциальным движением на гораздо более низкие уровни, в минимальном случае до низов мая. Так что, давайте посмотрим, удержится ли биткоин выше 65-66 тысяч, а желательно 66К. Но есть еще кое-что, что меня очень сильно беспокоит и смущает. Если мы спустимся на более мелкий таймфрейм, это часовой график биткоина, то увидим кое-что волнительное. Только что я говорил о недавнем отскоке, который мы видели у биткоина. Это было в среду. И он не был убедительным. И вы видите вот почему. Вы видите, что отскок, который у нас получился, представлял из себя... Я его представлю в разных цветах. Этот отскок состоял из трех волн. У нас было три волны вверх. И, как вы знаете, три волны имеют природу корректирующую, а не импульсную. Ясно? Так что три волны неубедительны, потому что имеют, как я говорил, природу корректирующую. Корректировки обычно содержат три волны, а не пять. И что бы я хотел увидеть, это структура из пяти волн. Но вместо этого, как вы видите, мы получили три. Вот такую структуру. И что еще хуже, падение, которое мы видели после этого отскока, теперь перекрыл предыдущую волну вот здесь. Как вы знаете, волны 4 и 5 не должны перекрываться, за исключением некоторых диагональных структур. Но, как вы знаете, диагональные структуры не особо надежные. Так что, как вы видите, недавнее падение, особенно сегодняшнее, теперь перекрывает это предыдущее движение. И, что еще хуже, это падение является импульсным. Если мы на самом деле сюда посмотрим, то увидим, что недавнее падение состоит из пяти волн. Одна, две, три, четыре, пять. Это импульсное падение. Пятиволновое падение. И это нехорошо. Так как вы знаете, что пятиволновое падение, импульсное, является потенциальным продолжением тренда. Другими словами, продолжение тренда, направленное вниз. Но ключевой вывод, что пока говорить рано. Так что, в сухом остатке, биткоин пока находится на пустоши, как вы видите здесь, где мы застряли над уровнем поддержки, 65-66к, и под уровнем сопротивления, около 72к. Примерно, 70-72к, вот здесь. То есть, биткоин находится сейчас в нигде. И нам следует дождаться, по какому пути он решит продолжить путь. Если биткоин сможет преодолеть вот это сопротивление, это станет хорошим сигналом, позитивным сигналом в направлении движения выше. Может быть, немного повыше, 75, например, тысяч. 77. Но если он решит пойти по этому пути, выберет красную пилюлю. Да? В общем, или синяя пилюля, или красная. Если выберет красную, и упадет ниже 65к, то, да, потенциально он пойдет гораздо ниже. Потенциально даже до низов мая. Вот так просто. Такая ситуация, и теперь остается только ждать. Но вернемся к графикам. Большой вопрос сейчас в том, что нужно подождать, и увидеть, что сделает биткоин. Как я говорил, отскок. Отскок, который у нас был недавно, буквально вчера. Он был классный. У нас был хороший отскок. Но, как я уже говорил, он неубедительный. Он стал корректирующим трехволновым ралли, а это нехорошо. А спад, который у нас образовался с этого уровня, был импульсным, состоящим из пяти волн, что также не позитивно. Это вообще не характеризует быков. Так, чтобы по-простому, в настоящий момент, я бы сказал, что картина выглядит скорее 50 на 50. Хоть недавно я говорил, что мой желтый сценарий немножко более вероятен, но все-таки из-за такого отскока, вот из-за этого недавнего отскока, этого отскока в виде зеленой свечи, вот именно из-за нее, из-за ее неубедительности, и свеча была вовсе не импульсная, корректирующая, то, к сожалению, должен переиграть свои ожидания. Так что очень по-простому, я знаю, что вы это не любите, но печальная правда в том, что в настоящий момент шансы примерно равны. Так что вот так вот просто. Выберет ли биткоин синюю пилюлю? Синюю в сопротивление. Или же он выберет красную пилюлю? Пойдя в этот регион. 65-66к. В общем, если быки хотят нас убедить, если биткоин захочет нас убедить, что происходит что-то в направлении более высоких уровней, как, например, 75-77к, то довольно просто он должен будет пробить вот эту зону сопротивления. И если он сможет добраться до этого сопротивления через 75 тысяч, или грубо говоря, 70к, то это станет хорошим сигналом, позитивным, к тому, чтобы пойти немного выше, ближе к направлению 75-77. Однако, с другой стороны, если биткоин пробьется ниже вот этого уровня поддержки, этих низов, который он сделал совсем недавно, около 66к, то есть пробьется ниже и опустится даже к 65к, то это откроет двери для риска значительного спуска ниже. То есть ниже 66-65к означает значительное падение на ретест майских низов, и даже потенциально еще ниже. И, кстати, ребят, не пропускайте видео, которое делаю я и переводят ребят из CryptoCommons, потому что информация стремится к устареванию, особенно при динамичных рынках, так что подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. В общем, ребят, вот такая простая информация. Я знаю, что многие из вас не любят такой подход, когда я говорю, что шансы 50 на 50. Но правда, ребят, в том, что графики есть графики. И если они показывают большую вероятность по определенным паттернам, то я вам скажу, но этого сейчас нет. Кстати, некоторые из вас спрашивали у меня, Олесио, слушай, а если фондовый рынок пойдет через значительную коррекцию в ближайшие несколько недель, что я думаю, вероятно. А, ребят, я об этом поговорю уже скоро. Да, определенно, если фондовый рынок пойдет через серьезную основательную коррекцию, что я думаю, очень вероятно в ближайшие недели, то, конечно же, это дополнительно будет давить на биткоин. Ведь между ними есть позитивная корреляция. Я об этом расскажу. В общем, все, ребятки, большое спасибо, что посмотрели. И на самом деле, подпишитесь на канал Криптокомманс, ребята для вас очень сильно стараются. А я вас крепко обнимаю. Всем пока, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok